Добрый день! Меня зовут Сенатов Фёдор, я кандидат в физмат-наук, руководитель образовательной программы биоматериаловедения НИТУМИСИС и генеральный директор компании Биомиметикс. И сейчас я бы хотел рассказать о том, как раз о чём я занимаюсь, о том, что сейчас является очень большим трендом в мире материаловедения, о биоматериаловедении. И, в принципе, возникает такой логичный вопрос, а насколько давно люди стали задумываться о том, что какие-то материалы, те или иные, очень важны с точки зрения их биологического применения, с точки зрения их применения в медицине. И, на самом деле, вот если так рассматривать науку в таком историческом контексте, то это всё происходило ещё очень-очень давно. И если изучать науку с точки зрения каких-то археологических находок, можно увидеть, что ещё во времена древнего Египта люди занимались протезированием. Одна из таких наиболее старых археологических находок – это протез пальца ноги. Причём, если посмотреть внимательно на этот протез, можно увидеть, что внешняя геометрия пальца очень хорошо повторяется. То есть, люди ещё тогда задумывались о эстетическом таком восполнении какого-то дефекта, но при этом задумывались и его функциональности, и о биосовместимости материала. Может быть, тогда ещё не думали о реальной биосовместимости, не было такого, естественно, термина. Но материалы подбирались такие, которые могли бы быть максимально комфортными с точки зрения ношения на теле, в контакте с телом человека, и те, которые могли бы быть, ну, например, прочные, если мы говорим про протезы. То есть, в принципе, человечество уже достаточно давно думает о том, какие материалы, когда, для чего можно применять в рамках медицины. Можно вспомнить также различные находки зубов, зубных имплантатов. Это и находки в Перу, и в Мексике. Это различные зубы, выполненные из керамики, выполненные из различных минералов, которые обладали необходимой прочностью. При этом, если вспомнить, например, уже средние века, то широко применялись различные металлы, в том числе и золото, один из наиболее таких известных биосовместимых металлических материалов. То есть, как я уже сказал, человечество довольно давно об этом во всем думает. И вот можно посмотреть на диаграмму, которую предложил Майкл Эшби, это очень известный материаловед из Кембриджа. Он отложил на этой диаграмме различные материалы в зависимости от их важности в разные периоды развития человечества. И видно, что в начале, во времена каменного века, потом уже, были популярны разные природные материалы. Понятно, это и камень, это и древесина, это и разные изделия из кожи. Потом стали постепенно появляться разные металлы и так далее. Но вот, если внимательно посмотреть, можно увидеть, что где-то в середине 20 века, там, в 1960-е годы, вдруг начинает происходить некий скачок интереса и важности разных материалов. Возникают новые полимерные материалы, керамические, новые металлические сплавы и так далее. Это связано с бумом в области развития технологий синтеза, получения новых материалов. И вот, если посмотреть на развитие последних где-то лет 10-20, можно увидеть, что сейчас как раз такая эпоха биоматериалов. Совершенно разные металлы, керамики, полимеры, они начинают использоваться в медицине, в каких-то областях, сопряжённых с биологией, созданием не только протезов, но и с совершенно другими, очень интересными направлениями, такими как, например, адресная доставка лекарств, биоинженерия и так далее. И сейчас уже, на данный момент, рынок биоматериалов превысил рынок всей металлургической промышленности, например, трубной промышленности, естественно, в денежном эквиваленте. И вот, если посмотреть на развитие 20-го века, когда начинают появляться новые материалы, можно увидеть, что это такое было развитие, ну, на данный момент уже можно сказать, что это довольно консервативное, когда использовали в медицине металлы, с точки зрения их прочности развиваются разные титановые сплавы, например, для замещения каких-то холостных дефектов. Появляются новые полимерные материалы, которые обладают необходимыми функциональными характеристиками. Керамика, которая является, например, достаточно твёрдой, и поэтому можно её использовать в зубных протезах. Если мы хотим комбинировать свойства, например, прочности и какие-то функциональные характеристики, мы можем делать композиционные материалы. И вот поэтому как раз, наверное, вторая половина 20-го века – это уже такая эпоха композиционных материалов, когда мы можем комбинировать различные свойства в разных материалах в едином медицинском изделии. Ну а что же происходит сейчас? Сейчас очень важным трендом является биомиметика. То есть можно взять тот же самый кусок титанового сплава, который уже, возможно, себя в моральном плане уже изжил, и уже ничего хорошего из него нового сделать нельзя. Так вот, его можно взять и воспроизвести в нём такую структуру, которая имитирует структуру реальной какой-то природной ткани. Например, если вы хотите воспроизвести кость, надо сделать такую же архитектуру, такую же микроструктуру, как у натуральной нативной кости. Нельзя взять просто кусок металла, он не будет похож на кость, но надо сделать так, чтобы он был максимально на неё похож. А кость, та же самая кость, про которую я уже рассказал, она достаточно сложный объект, и она состоит из различных функциональных слоёв. И об этом мы тоже поговорим. Но вот это вот направление биомиметических материалов, оно стало развиваться где-то последние лет 15. И это связано с тем, что возникают такие технологии, которые как раз и позволяют воспроизвести нужную структуру материала. Это называется Tailored Architecturing. Ну, по-русски это, можно сказать, архитектурирование материала, то есть создание совершенно заданной заранее структуры на каком-то, например, синтетическом или природном материале. И это стало возможно благодаря развитию таких методов, например, как 3D-печать, то есть аддитивное производство и так далее, когда уже с достаточно большой точностью можно воспроизвести какой-то природный объект. Вообще, в принципе, в биоматериаловании очень много различных направлений. Мы говорим и применение материалов в области клеточных технологий, даже протеомных технологий, в области биомиметики, в области интеллектуальных материалов и так далее. Но можно продемонстрировать какие-то интересные достижения даже всего на одной важной тематике. Это протезирование костей, костные имплантаты. Итак, для чего же, в принципе, нужны кости? Я уже говорил, кость – это очень сложный объект, который обладает очень разной такой архитектурой в зависимости от того, какая кость. Вот если себе представить какую-то суповую косточку, например, ну, я думаю, все видели суповую косточку, ну, или там где-то косточку в холодце, все видели, что она очень неоднородна. Внешние слои, они сплошные, вот они как раз несут на себе нагрузку. Внутренние слои – это пористые слои. И там уже внутри, где губчатая костная ткань, там содержится костный мозг, то есть разная кость отвечает совершенно на разные потребности. Функции разных вот этих слоев, они разные. И поэтому костный имплантат – это очень непростая вещь. И сейчас, в принципе, существует много проблем, связанных с костными имплантатами. Это и то, что текущие имплантаты, они не похожи на кость. Как я уже сказал, кусок титана не похож на кость, пока в нем не воспроизвели нужную структуру. Эти имплантаты не могут индуцировать какие-то специфичные клеточные процессы, клеточные реакции. Они обладают достаточно низкой остеоинтеграцией, то есть имплантат не хочет сращиваться с организмом. Такие имплантаты часто, которые сейчас присутствуют на рынке, являются биоинертными, то есть они никак не хотят участвовать в каких-то процессах в организме, отвечать на какой-то отклик организму. Ну, есть такая еще общая проблема, что, в принципе, по статистике даже до 20% различных операций, они сопряжены с присоединением инфекций. Ну, это такая общая глобальная проблема. И, в принципе, в мире делается очень много различных операций, ставляются тысячи, даже сотни тысяч различных имплантатов. Эта проблема очень актуальна. И вот как же сделать вот этот идеальный имплантат, воспользовавшись современными достижениями биоматериаловедения? Итак, во-первых, нужно подобрать необходимый химический состав. И вы сейчас у себя на экранах видите, что же это такое вы видите. Я думаю, сейчас некоторые у экранов говорят, о, это же кость. И да, действительно, это кость. Из чего кость состоит? Кость состоит из коллагеновых волокон и гидроксиапатита. Вот за счёт коллагена кость приобретает нужную упругость. Она даже может примерно на 4-5% деформироваться. А за счёт гидроксиапатита создаётся необходимая твёрдость. Гидроксиапатит – это такая минеральная составляющая наших костей. Гидроксиапатит состоит из соединения кальция, фосфора, кислорода. Ну и так как там кальций, фосфор, то есть какая-то правда в том, что когда мамы, папы, бабушки, дедушки говорят, кушай рыбку, в ней фосфор, то вот зачем, по идее, вот это всё. Но мало просто взять тот же самый гидроксиапатит, то есть какие-то кальцийфосфатные соединения. Нужно их куда-то запихнуть. А во что? Ну, как я уже сказал, наша природная кость – это коллагеновые волокна, гидроксиапатит. И вот оказывается, можно брать гидроксиапатит, либо другую кальцийфосфатную керамику, например, 3 кальцийфосфата, либо октокальцийфосфат, они все различны с точки зрения биоактивности, и вводить их в какую-либо полимерную матрицу, чтобы их окутывал полимер. И сейчас очень важный тренд – это создание биорезорбируемых полимеров. Это синтетические полимеры, которые могут быть получены из какого-то природного сырья, либо с помощью синтеза, с помощью бактерий. И если из такого полимера, то, что называется биорезорбируемого, создать имплантат, в него ввести биоактивную кальцийфосфатную керамику, например, там можно ввести гидроксиапатит, и потом поместить это в организм, то тогда имплантат начинает резорбировать, то есть постепенно разлагаться в организме человека на безвредные составляющие. Эти составляющие уже потом выводятся из организма. Это может быть вода, углекислый газ и так далее. Можно брать разные биосовместимые природные полимеры, из них делать вот эту матрицу для включения в нее нужных биоактивных веществ. Сейчас очень популярны разные биополимеры на основе хитина, который можно выделять из панцирей ракообразных, и потом из хитина синтезировать хитозан. Можно использовать альгинат. Альгинат делается из, например, разных водорослей. И можно делать даже из него не только разные костные имплантаты, но и, например, ранозаживляющие материалы. Сейчас популярные разные имплантаты делаются с добавлением, например, гиалуроновой кислоты, которая, в принципе, уже широко используется для лечения людей, например, как искусственная сенуальная жидкость, либо это тот же самый препарат для заполнения морщин. Ну и он также является компонентом различных скафолдов. Еще один из важных материалов, который тоже, в принципе, можно использовать, это все тот же самый коллаген, из которого, в принципе, кости и состоят. Коллаген вообще, его очень много разных видов, и, в принципе, от 25 до 45% всех белков в теле – это коллаген. И, я думаю, многие замечали, если косточку отварить, то получается такое желе. А потому что желатин – это как раз продукт денатурации коллагена. И вот можно брать коллаген как материал, вводить в него тот же самый гидроксиапатит, и тем самым получать имплантаты, которые в организме человека могут быть активными, потенциально стимулировать образование новой кости, ну и, может быть, даже разлагаться и замещаться после разложения на свою собственную кость. Таким образом делаются уже разные типы имплантатов. Второе, что важно сделать, это нужно воспроизвести микроструктуру ткани, той ткани, которую мы хотим заменить. Если мы говорим про кость, хорошо, нужно заменять костную ткань. И вот тут мы приходим к проблеме биомиметики. Можно взять какой-нибудь дорогущий 3D-принтер, напечатать какой-нибудь очень крутой имплантат, но клетки не захотят жить в этом имплантате, не захотят размножаться, не будет никакой интеграции имплантата и организма. Почему? Потому что важно создать такие условия, чтобы клеткам захотелось там жить, то есть делать для них такие комнатки, такие домики, где им будет комфортно. Так, например, кошка может жить в какой-нибудь коробочке, но не будет жить в классном дорогущем домике, который для нее купили. И вот как раз идея биомиметики в том, чтобы воспроизвести пористую структуру костей, в зависимости от того, какой размер пор, сколько пор, вот так там себя и будут чувствовать клетки. В зависимости от того, какой там химический состав, это гидрофильная или гидрофобная поверхность, тоже клетка либо будет себя хорошо там чувствовать, либо нет. Если клетка наконец-то адгизировала на поверхности, то есть как-то там присела, вот тогда уже может начаться пролиферация, то есть может происходить разрастание и будет интеграция имплантата и организма человека. И вот мы, да, мы и наша научная группа в НИТУМИСИС, мы тоже вот как раз занимаемся этим, мы создаем необходимые условия в материалах, то есть может быть даже кусок синтетического материала, какого-нибудь даже не биорезервируемого, а кусок полиэтилена. Но если в этом полиэтилене создать какие-то поры, которые очень похожи на кость, вот тогда клетки там будут очень хорошо себя чувствовать. И в принципе в нашей костной ткани есть поры разного размера. Ну это примерно от 50 микрон до практически до 1 миллиметра. Потому что разный размер пор нужен для роста разных клеток. Это могут быть остеобласты, размер которых там десятки микрон. Это может быть прорастание кровеносных сосудов и так далее. Ведь кровеносные сосуды нужны для питания. А кость это очень живой, постоянно меняющийся, регенерирующий объект в организме человека. И вот в зависимости от того, какую пористость вы создаете, можно влиять и на механические свойства. И вот сейчас вы видите на слайде, это так называемая диаграмма Эшби. Это диаграмма, на которой вот этот известный материаловед Майкл Эшби предложил откладывать области пересечения каких-то важных свойств. Вот для костей, например, очень важное свойство – это прочность, трещиностойкость и модуль упругости. И вот оказывается, если взять хотя бы какие-то полимерные материалы, прямо на диагонали между костью сплошной, которая называется картикальная, и костью пористой, которая называется губчатая, трабикулярная, находится полиэтилен, находится там другой очень известный материал, который называется полиэфирфиркетон. И вот варьируя структуру этого материала, вводя в него разные поры, можно добиться свойств как картикальной кости, так и трабикулярной. То есть, играя со структурой, мы влияем на свойства. Вот это основная фишка материаловедения. Меняя структуру, меняем свойства. И, как я уже сказал, кость – это такой неоднородный объект. И вот надо в едином имплантате воспроизвести вот эти все слои, как сплошной, так и пористый, потому что каждый из них отвечает за совершенно разную вещь. И вы можете видеть сейчас на слайде, насколько похожа реальная нативная кость на ту пористую структуру, которую мы создали в обычном куске полиэтилена. И вот в таких вот домиках, в таких вот комнатках порах очень хорошо себя чувствуют клетки. Но следующее, что я уже сказал, что важно сделать, это нужно как раз воспроизвести. Свойства ткани. Структуру мы воспроизвели. Нужно воспроизвести свойства. И вот тут возникает очень большая проблема. Вот это вот на языке материаловедов называется модуль упругости титана, больше модуля упругости кости. Титан, как я уже сказал, это один из наиболее популярных медицинских материалов, которые как раз используются в протезировании костей. Разница модулей упругости – это очень большая проблема. То есть, по-простому, если сказать, титан более жесткий. И он как материал с большим модулем упругости начинает перенимать на себя нагрузку. То есть, если есть кость, имплантат, кость, то нагрузка начинает распределяться на материал с большим модулем упругости. То есть, идет неравномерное распределение нагрузки. И по закону Вольфа, если наша кость осталась без нагрузки, то она начинает ремоделировать, она изменяется, изменяются ее свойства. И она может охрупчиться. И таким образом, что просто по границе имплантат кость, кость треснет, будет какой-то вторичный перелом. Поэтому важно подбирать материалы таким образом, чтобы они были очень похожи на кость. Не только по структуре, но и по механическим характеристикам. Вы сейчас можете видеть такую очень пугающую диаграмму. Это как раз диаграмма Эшби, на которой отложены прочность и модуль упругости, модуль Юнга. Одного титанового сплава. Это самый популярный сплав, называется ВТ-6. Это сплав титана-алюминий ванадий. И просто варьируя в нем пористость, какую-то геометрию пор, можно добиваться абсолютно разных свойств. Это такой инженерный подход к изменению каких-то механических характеристик. Как вы видите, сам чистый титановый сплав вообще ни разу не похож ни на кортикальную кость, ни на губчатую кость. И вот варьируя его структуру, можно все-таки попасть в нужную область. Это именно такой инженерный подход. Материологический подход заключается в том, что нужно подбирать не просто какую-то пористость, но нужно подбирать обязательно состав, потому что вводя в какие-то лигирующие компоненты, можно изменять характеристики материала. Еще что можно делать? Можно комбинировать металлические части имплантата с полимерными. И таким образом варьирует не только структуру, но и, например, прочность имплантата. И вот на слайде вы можете видеть это костный имплантат, который имитирует в сердцевине тробикулярную кость. Он выполнен из сверхвысокого молекулярного полиэтилена с биомиметической структурой. Дальше идет слой, выполненный из титанового сплава, полученный методом 3D-печати, и потом внешний слой – это изолирующий слой из биосовместимого полимера, который очень хорошо контактирует с окружающими тканями в организме человека. Следующее, что важно сделать, это нужно очень точно повторить геометрию реального костного дефекта, вот то, что мы хотим заменить. И тут нам как раз помогает 3D-печать. 3D-печать является частью аддитивных технологий. Вообще, в принципе, есть два очень разных подхода технологических. Это субтрактивные технологии и аддитивные технологии. Суть субтрактивных технологий в том, что у вас есть некая глыба, и вы от нее постепенно убираете ненужные части, пока не получите какую-то нужную вам скульптуру. То же самое вы можете взять какой-то кусок полимера, металла и постепенно его обтачивать, фрезеровать, пока не получите нужный имплантат. Совершенно другой подход – это подход аддитивных технологий, когда вы уже не как скульптор, а как строитель кирпичик за кирпичиком выстраиваете, ну, уже не здание, а какой-то будущий биологический объект, какое-то медицинское изделие. Вот как раз 3D-печать – это пример аддитивных технологий. Есть разные виды 3D-печати, которые используются в медицине. Это и FDM-печать, когда филамент полимера расплавляется и капелька за каплей начинает наслаиваться на будущее изделие. И так слой за слоем выстраивается модель. Это может быть SLS-печать, когда частички материала под действием, например, лазера начинают сплавляться, и насыпали порошок, частички сплавились, насыпали следующий слой, частички сплавились лазером, то есть где лазер прошел, там прошло сплавление, и вот таким образом тоже вырастает изделие. Ну и самый такой, наверное, последний трендовый метод – это уже метод 3D-биопечати, когда используются какие-то био-чернила или, например, ткневые сфероиды. Это такие вот, например, могут быть сфероиды, состоящие из биосовместимого такого геля, внутри которого уже находятся клетки, из которых потом будет расти ткань, нужная ткань имплантата или какого-то органа, который вы печатаете. И вот существуют разные материалы в медицинской 3D-печати. Это титановые сплавы, это разные биоинертные полимеры, например, полиэферферкетон, ну и также биорезорбируемые полимеры, то есть те, про которые я уже говорил, которые постепенно в организме человека разлагаются. Вот они как раз являются сейчас, наверное, самыми популярными материалами. И так вот, можно сосканировать какой-то костный дефект, например, дефект черепа с помощью томографа. Есть магнитно-резонансная томография, есть компьютерная томография. Вот КТ, компьютерная томография, это просто рентген, но в 3D. И вот можно томограмму конвертировать в просто обычную 3D-модель, на ноутбуке ее как-то подправить и сделать под конкретный дефект черепа заплатку. Заплатку можно на компьютере смоделировать так, чтобы в ней была биомиметическая структура, то есть нужный размер пор и так далее. И причем, почему нам так важно использовать такие точные методы, например, как 3D-печать, чтобы точно воспроизвести дефект? Да потому что важна так называемая конгруентность. Конгруентность – это то есть стык между костью и имплантатом должен быть ровный, быть по границе, точно-точно. Если что-то сопряжено плохо, вот тогда там могут быть проблемы роста ткани, проблемы интеграции имплантата и организма. Вот поэтому важно соблюдать конгруентность, вот эту вот линию. И вот в этом нам как раз помогает 3D-печать. И так вот, сделали модель по компьютерной томограмме пациента, взяли необходимые материалы, например, биорезорбируемый полимер, взяли гидроксиапатит, все это замешали, получили, например, нить, которая называется филамент, поставили в 3D-принтер, и 3D-принтер уже по готовой модели печатает заплатку для черепа. Причем, как я уже сказал, эта заплатка будет с необходимой биомиметической структурой. Но на самом деле, и это и наши студенты часто об этом говорят, кто работает с 3D-печатью, это не все так гладко. Действительно, так и есть. Сейчас, несмотря на очень большую популярность 3D-печати, в ней есть очень много разных проблем. Ведь одна деталь может печататься не то, что несколько часов, может даже печататься несколько дней, в зависимости от того, насколько это сложная структура. И если что-то пошло не так в какой-то из этих часов, в течение, например, двух дней, все, откатить назад нельзя, надо печатать заново. И так бывает, что печатает по 10, 20, 30 раз, и только потом, наконец-то, вырастает какой-то нужный имплантат. Но мало просто разработать имплантат и установить его в костный дефект пациенту. Нужно разработать такой имплантат, который имитирует кость, и уже потом установить его пациенту. Еще лучше это сделать такой имплантат, который имитирует кость и является еще биоактивным, и установить его пациенту. Но лучше сделать такой имплантат, который вроде бы и биоактивный, и биомиметичный, но еще и сам установится пациенту. И на самом деле, действительно, сейчас есть такие технологии, которые позволяют делать самоустанавливающиеся имплантаты. И вот в этом помогает 4D-печать. Ну, честно говоря, я очень не люблю вот это название 4D-печать, потому что это уже попахивает 15D-кинотеатрами, вот этой прочей лабудой. Но 4D-печать – это просто 3D-печать, о которой я уже говорил, но материалом с памятью формы. То есть можно напечатать какое-то изделие, например, как вы видите на видео, а потом поместить его, например, в какую-то жидкую среду, и активируется эффект памяти формы. То есть изделие начнет принимать новую форму, отличную от того, что вы в изначальный момент напечатали. Вот это как раз и называется 4D-печать. И вот я уже говорил, что тут ключевой фишкой является эффект памяти формы. И, наверное, один из самых популярных материалов с памяти формы является нитинол. Вообще, в принципе, еще в 1948 году советские металлурги Курдюмов и Хандрос предложили такой сплав с памяти формы, который, по идее, может после пластической деформации изменить свою форму на изначальную. И вот в 1962 году был создан самый популярный материал, который называется нитинол. Это сплав с памятью формы на основе никеля и титана. Поэтому так называется ни-ти-нол, никель-титан, а нол – это лаборатория морской артиллерии США. И из него делают уже различные скобки, различные клипсы, которые, например, надеваются на кровеносные сосуды, и клипса начинает сама замыкаться под действием температуры человеческого тела. То есть нужно как-то изменить какие-то условия, дать, например, какой-то температурный импульс, как-то еще подвести какую-то энергию в виде температуры, света или еще чего-то, и с разными материалами, которые реагируют как на температуру, так и на свет, на изменение влажности, и активировать память формы. То есть изначально скрепка была, например, в закрытом виде, потом ее раскрыли, и когда кладут на кровеносный сосуд под действием температуры 37 градусов, вот эта скобочка закрывается. Таким же образом могут устанавливаться разные ортодонтические скобы, ставятся стенты, которые в кровеносные сосуды вставляются в свернутом виде, а потом раскрываются и раздвигают стенки кровеносного сосуда. Некоторые крепежные штифты, например, в зубы, тоже таким же образом вставляются в сжатом виде, а потом как якорьки раскрываются. И вот есть полимеры, которые тоже обладают эффектом памяти формы, и вы сейчас это видите на видео. Это просто был такой брусочек сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который мы потом сдавили во временную форму, и вот если его нагреть, он начинает вспоминать свою изначальную форму, он когда-то был бруском, и опять растет во время нагрева. И вот оказывается, если формировать из материалов с памяти формы какие-то структуры, то они могут, эти структуры, изменяться, изменять свою форму во времени. Вот оказывается, если взять из полимера с памятью формы и сделать вот такие вот спиральки, они будут работать как искусственные мышцы. И вот такая искусственная мышца, в данном случае толщиной примерно, ну, несколько толщин человеческого волоса, она может поднимать вес, который может быть больше даже, чем ее собственный, в тысячу раз. Вот это вы сейчас и наблюдаете на этом видео. Вот так работает искусственная мышца. И вот можно из таких материалов методом 4D-печати получать какие-то изделия, которые могут изменять свою форму. Можно делать даже какие-то, например, роботизированные захваты, которые в организме человека начинают раскрываться, и захватывать какие-то объекты. Это могут быть, например, камни в мочеточнике, это могут быть и те же самые, например, самоустанавливающиеся имплантаты. Тогда у нас идет обратный эффект. Нужно что-то не схватить, а наоборот имплантат раскрывается. И мы методом 3D-печати получили такой имплантат, который в сжатом, в сжатой форме, вы сейчас это видите на видео, представляет из себя нечто в виде такого плотного бруска, но он изначально был пористый. А если потом его малоинвазивно поместить в организм человека, он начинает раскрываться, плотно устанавливаясь в костный дефект. Но мало сделать просто какой-то прочный биомиметический имплантат. Вот когда вы это все установите в организм человека, вот тут возникает неожиданная проблема. Это инфекция. И это, в принципе, такая общая глобальная проблема, ведь если идет раскрытие, есть какая-то рана, или в какую-то полость устанавливается имплантат, вот тогда из окружающей среды могут присоединиться бактерии, растет, например, биопленка, и вот тут уже возникает много различных проблем. И с этим надо как-то бороться. Можно, например, вводить антибиотики, можно колоть антибиотики, но антибиотик, он действует сразу на все. И, грубо говоря, повреждает не только то, что нужно бактерии, но и здоровые наши собственные клетки. Поэтому надо думать о том, а как же вводить вот этот антибактериальный препарат. Можно взять и просто, конечно, помазать имплантат сверху антибиотиком, но сразу же тогда вот это все вещество начинает действовать на окружение. Это плохо. Надо, чтобы антибиотик постепенно, по чуть-чуть выходил из имплантата. И в этом нам помогают сверхкритические флюиды. Это еще одно из таких очень интересных областей биоматериаловедения. Вы сейчас можете видеть, я думаю, многим еще с 8 класса, это знакомая фазовая диаграмма воды. Все знают, вода может быть в виде льда, в виде жидкой воды, в виде газа, в виде пара. Но оказывается, что если нагреть воду достаточно сильно, до 374 градусов Цельсия и увеличить давление до 218 атмосфер, вот тогда будет пройдена некая критическая точка. И вы не увидите разницу между газом и жидкостью. То есть это как будто бы газ, но по плотности, как жидкость, которая может при этом везде распространяться, но и при этом еще как жидкость довольно хорошо все растворять. Растворять разные вещества. И вот сверхкритические флюиды – это вот это и есть, что-то среднее между жидкостью и газом. Они называются сверхкритические, потому что выше определенного критического давления температуры, а флюид, от английского слова «флюид» – течь. Это что-то способное течь. И оказывается, эти флюиды могут, например, проникать даже в сплошную часть имплантата, не в поры, а прям в сплошной имплантат, и вводить в него, например, антибактериальные препараты. И потом эти препараты будут постепенно из глубины имплантата выходить и уже работать. И время релиза вот этого активного антибактериального вещества, оно может меняться. Причем сверхкритические флюиды интересны тем, что их можно использовать не только, чтобы что-то засунуть в имплантат, но и наоборот, чтобы что-то взять. И не только из имплантата. Например, можно делать вытяжки из растений, например, взять какой-нибудь огурчик, из огурчика вытянуть все, что нужно, какие-то полезные вещества, причем не повредив вот этот сам огурчик. И таким образом сейчас уже создается всякая экологическая косметика, экологические разные косметические препараты и так далее. То есть очень такая популярная область. И вот можно брать сверхкритические флюиды, например, взять какой-нибудь диоксид углерода, который углекислый газ у нас содержится в воздухе, перевести его в это состояние флюида, нечто среднее между жидкостью и газом. Он растворяет что-то в, например, каких-то природных объектах, какое-то необходимое вещество, забирает его оттуда, а потом его можно вводить, ну, например, как-то в имплантаты с помощью все тех же самых флюидов. И вот вы сейчас видите на экране, это как раз пример того, как мы вводили методами сверхкритических флюидов антибактериальный препарат в имплантат. Справа это два диска с антибиотиками, слева вверху это имплантат, который, это называется, импрегнирован антибиотиком, а слева внизу это тот же самый кусочек имплантата, но без антибиотика. И вот вокруг такая зона отчуждения, это то, где не выросли как раз колонии микроорганизмов. И таким образом можно воздействовать разными антибиотиками на разные микроорганизмы. И вот очень важно найти вот этот безупречный баланс между убийством бактерий и неубийством своих собственных клеток и варьировать время выхода антибиотика из имплантата. Следующее, что очень важно сделать с точки зрения, если мы хотим сделать какой-то идеальный имплантат, это обеспечить обратную связь. То есть наш имплантат, он же не содержит в себе нервов. Поэтому если имплантат вдруг ломается, внутри начинает расти трещина, мы это еще не чувствуем. Если бы там были нервы, мы это почувствовали. И очень важно сделать так, чтобы имплантат давал нам какую-то обратную связь. Что же там внутри с ним происходит? Вдруг мы его слишком перегрузили, и он скоро развалится. А такое, кстати, бывает. И вот тут нам помогают так называемые стресс-чувствительные материалы. И вот в 1948 году был предложен у Литовским и Тейлором метод создания микропроводов. Это такие очень-очень тоненькие проводочки диаметром меньше, чем человеческий волос, которые обладают очень интересными магнитными характеристиками. В них возникает так называемый эффект гигантского магнитного импеданса. Что это значит простым языком? Что очень маленькие деформации могут приводить к очень существенным изменениям магнитных характеристик этого тоненького проводочка. И если этот тоненький проводочек, как я говорил, он даже меньше, чем человеческий волос в несколько раз, если его ввести в имплантат, он там не будет мешать. Но если вы этот имплантат немножечко погнете, какая-то деформация будет в этом имплантате, тогда проводочек это почувствует, изменит свои характеристики. А если он изменяет магнитные характеристики, их можно удаленно детектировать. То есть в идеале можно представить в будущем человека, у которого стоит имплантат, например, в ноге, и он не знает, вдруг у него уже скоро этот имплантат развалится, потому что, ну, например, у него начались какие-то проблемы с набором веса, либо, например, он вторично где-то падал, и это еще не видно на, например, томограмме, либо на рентгене, что растут какие-то трещины. Это можно как-то предупредить. И человек приходит к доктору, доктор проводит каким-то магнитным датчиком, и этот датчик дает сигнал. Изменились характеристики микропровода или не изменились? Можно давать какие-то рекомендации пациенту в зависимости от того, что же получили, какой отклик от микропровода. И, в принципе, можно представить, что именно такие, например, технологии были у Айронмена. Ведь мы все помним, как его компьютер Джарвис говорил, что Тони Старк, ваше повреждение 78%. Откуда он это понимал? Ведь повреждается костюм. А в костюме вполне возможно могли бы быть такие же микропровода, которые являются стресс-чувствительными, которые передают какой-то сигнал о том, а что же там происходит внутри. То есть можно детектировать повреждения. То есть это, в принципе, технология сегодняшнего дня. Конечно, это все не очень просто, но это уже есть и развивается в лабораториях. Следующее, что можно сделать, какой-то шаг такой к созданию идеального имплантата, это обеспечить самозалечивание имплантата. Ну, допустим, в нем действительно начали рождаться трещины вследствие удара. Микропровод это детектирует и понимает, что есть это. Но в идеале хорошо было бы так, что имплантат, как и наша натуральная кость, если вдруг прошла трещина, он бы сам и регенерировал. И вот такие материалы, регенерирующие, самозаживляющиеся, они есть. Один из методов обеспечения регенерации – это введение в материал специальных микрокапсул. Такие капсулы могут содержать внутри себя залечивающий агент. То есть если капсула лопается, вливается из нее что-то типа такого клея, который при каких-то условиях начинает застывать и заделывать трещину. Вот можно представить, как это видно на слайде, растет трещина через материал, натыкается на либо микросферу с залечивающим агентом, либо на какой-то канал, в котором есть вот этот залечивающий агент. И потом этот канал, либо микросфера лопается, и выходит залечивающий агент в полость и затвердевает. Есть другие примеры, когда уже после, например, роста трещины начинает активироваться нужная химическая реакция и идет срастание материала. Причем можно даже разрезать материал пополам, соединить два кусочка, и они потом срастутся. Такое происходит с разными полимерными материалами. Либо можно взять даже разные разрезанные на кусочки полимерные материалы, но которые обладают способностью к самозалечиванию. И если эти кусочки соединить, они срастутся. Если этот кусочек срочного, например, будущего имплантата как-то попытаться растянуть, он не порвется по месту стыка. Следующее, что можно сделать, это ввести в имплантаты факторы роста. Факторы роста – это такие белковые молекулы, которые, грубо говоря, являются такими сигналами. Они сигнализируют клеткам, что, например, здесь нужно восполнять кость, устроить новую костную ткань. Вот факторы роста, они стимулируют образование костной ткани. Вот вы сейчас можете видеть на слайде, это такой очень красивый пример, недавно опубликованный нами, Нитумисис в сотрудничестве с нашими коллегами из центра имени Гамалея. Мы создавали скафолд, в который вводили факторы роста, которые наши коллеги из центра имени Гамалея как раз синтезировали. И вы можете видеть, что сейчас это пример компьютерной томограммы черепа мыши. И вот в центре томограммы такое отверстие. Это не просто отверстие, на самом деле это отверстие, была трепанация черепа проведена, и внутри отверстия стоит имплантат. Просто это имплантат не рентгеноконтрастен, поэтому кажется, что это просто дырка. Но, тем не менее, очень хорошо можно наблюдать, а что происходит с течением времени. И мы видим только, что через 6 недель начинает образовываться кость, очаги образования новой костной ткани. Это видно на нижнем рисунке, как образуются такие оранжевые точки внутри вот этого черного кружочка, где якобы когда-то была дырка. Ну, на самом деле была дырка, только там сейчас уже имплантат. Но оказывается, что если взять имплантат и добавить в него немножечко факторов роста, и потом этот имплантат установить в, как мы это делали, например, в черепной дефект животного, то уже через 3 недели мы видим образование своей собственной костной ткани, который полностью закрывает костный дефект. Ну и, наверное, последнее, что можно сделать, такой вот шаг на пути к идеальному имплантату, это колонизировать имплантат клетками самого пациента. Сейчас, я думаю, многие слышали про так называемые стволовые клетки, клетки, которые могут дифференцироваться в разные типы клеток тканей, разных тканей. Есть так называемые, например, это тоже мы используем сейчас в разных исследованиях, это мезонхимальные стромальные клетки. Они могут дифференцироваться в клетки кости, хряща. Вот нам нужно сделать так, чтобы они потенциально помогали росту, именно, например, нужному росту костей. Если мы говорим про костный имплантат. И вот есть разные типы стволовых клеток, мы сейчас не будем в это углубляться, но, в принципе, это такие клетки-школьники, которые находятся еще на таком раннем этапе своего жизненного пути. Из них много чего может получиться. И в зависимости от того, какая у них социальная среда, то из них и может вырасти. То же самое и с клетками. В какой среде эти находятся клетки, кто их окружает, насколько им там плотно, комфортно, в каком хорошем они биомиметическом домике-поре сидят. Вот то и будет им помогать делать шаг в нужную сторону дифференцировки. На самом деле, звучит красиво, но не все так просто. Но, тем не менее, можно действительно выделять, например, клетки из костного мозга пациента и клонизировать ими инвитро, в пробирке, то есть до операции, в течение примерно 10-14 дней, клонизировать имплантат. И потом уже этот имплантат ставить в организм пациенту. Но, естественно, сейчас возникает много разных проблем, связанных с имплантатами. Вот если раньше мы говорили про металлические имплантаты, то этот имплантат заменил кость, потом эту кость сам сломал, все очень так автономно. То с клеточной или тканей инженерными имплантатами возникает много разных проблем, потому что чуть-чуть не та температура, чуть-чуть не те условия, не та кислотность, и все биоинженерный имплантат разваливается. Но, несмотря на это, на самом деле это одно из важнейших направлений, связанных с развитием биоматериаловедения. И вот если мы пройдемся по вот этому всему списку, о котором я говорил, создадим биомиметический имплантат, введем в него какие-нибудь медицинские препараты, факторы роста, используем клетки самого пациента, воспроизведем нужные свойства ткани, вот тогда возникнет комбоэффект, и мы сможем создать вот так называемый идеальный имплантат. И вы сейчас можете видеть некоторые примеры того, как мы пытались к этому подступиться, и создавали клеточно-инженерные имплантаты, которые ставили с нашими коллегами-ветеринарами в организм кошечек, собачек. Это были реальные пациенты с реальными клиническими случаями. И таким образом, действительно, биоматериаловедение помогает продлить жизнь пациентам. Спасибо.